Добрый вечер, в эфире «Вести» Крачево-Черкесия в студии Ярослав Щекланов. Сегодня день энергетика. Работников энергетической отрасли с профессиональным праздником поздравляет глава Крачево-Черкесии Рашид Тимрезов. Энергетики Республики вносят весомый вклад в развитие энергетического комплекса, от эффективного и бесперебойного функционирования которого зависит многое. За последние годы энергетическая отрасль в нашей Республике динамично развивается. Интенсивное развитие энергетики – это и социально-экономическое развитие территорий, инвестиционная привлекательность и повышение уровня комфорта, а значит и качество жизни людей. Продолжается исполнение поручений главы Республики, которые были даны по итогам прошедшей 14 декабря прямой линии. Одно из них касалось газоснабжения частного домовладения в Станице-Исправной. В Зеленчокском районе вместе с представителями Минпромторга и газораспределительной компании побывал наш корреспондент Артур Мхце. Жительница Станицы-Исправной Нина Михайловна больше 50 лет своей жизни посвятила строительной сфере. Возможно, поэтому научилась всё делать для дома своими руками. Да и обстоятельства обязывают не особо рассчитывать на других. Так, водоснабжение на улицу Боевую поступает в бочках по 500 рублей за ёмкость. Установленный во дворе бассейн с насосом позволяет создать некое подобие комфорта. В периоды холодов, правда, забот значительно больше. Из-за финансовых трудностей газификация обошла её дом стороной. Поэтому помещения пока отапливаются с помощью буржуйки. Именно вот этот дом, как я поставила, отопляемся только этим. Заявление давала на этот, ну, что-то тянулось, тянулось с этим стояком. Обратилась на прямую линию к нашему президенту нашей республики. Ну, быстренько приехали, сделали спасибо. Это и есть проект, да. Здесь всё указано, где будет эта печка, где будет газ там, то есть этот котёл. Всё это уже мне сделано, да. Всё. После прямой линии с главой республики региональному Минпромторгу было дано поручение проконтролировать сроки выполнения работ по подводу коммуникации к участку Нины Кромицыной. Согласно договору, свои обязательства в части доведения газопровода до границ земельного участка наша компания должна исполнить не позднее 8 февраля 2023 года. Несмотря на это, как только было завершено проектирование, мы приступили к строительно-монтажным работам. На сегодня газопровод «Вод» построен. По словам представителя газораспределительной компании, домовладение будет подключено к голубому топливу, как только внутри строения проведут необходимые коммуникации и установят оборудование. До недавнего времени большая часть работ и их финансовое обеспечение ложились на плечи самого собственника. Теперь услуга стала доступной почти каждому. В чём особенность именно социальной догазификации? Безусловно, это хорошее подспорье, потому что раньше бесплатно за счёт государства строился только межпоселковый газопровод. На сегодняшний день и внутри населённого пункта, и по улицам, вплоть до границы земельного участка, эта работа делается без привлечения денежных средств граждан. Что касается Нины Михайловны, скорость подведения газа к её домовладению теперь зависит только от самой женщины. На руках уже имеется проектное решение, осталось определиться с подрядчиком. И за дело. И тогда ей уже не придётся заниматься заготовкой дров впрок. Быть может, появится время, чтобы взяться за более доступное водоснабжение. Артур Махцелий Бастанов, Вести Карачаев-Черкесия, Зеленчукский район. Отныне главная улица села Дружба, улица 50 лет Октября, будет носить имя Ткадия Духовного управления мусульман Карачаев-Черкесии Ибрагима Хаджикачиева. Сегодня исполнилось два года, как не стало известно в республике и за её пределами имама-наставника тысяч людей. На открытии улицы и арки собрались односельчане, Ибрагима Хаджи, представители власти, духовенства, гости из городов и районов. Алла Качева подробнее. Ну, это был действительно человек с большой буквы. Обычно говорят же вот про людей выдающихся. Он был действительно выдающийся. Он не только в этом селе работал, он по всей республике был действительно выдающийся человек. Кадий Духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии Ибрагим Хаджи Качи обладал непререкаемым авторитетом. Объединял людей. К нему прислушивались, спрашивали совет как молодые, так и люди старшего поколения. Мудрый, добрый, благородный имам села Дружба Ибрагим Хаджи за свою жизнь помог сотням, а то и тысячам людей. К примеру, с его помощью жильё обрели более 57 республики. Каждый раз, когда к нему обращались, каждый раз, когда ему говорили, что там кто-то есть, у которых дома сгорели, есть у которых дома под снос пошли, он первым туда приходил. Нам, честно, если сказать, что его не хватает. Вот, ну, я тоже какое-то иное количество прожил, но в любом случае, ну, после отца я, наверное, обращался к нему со своими вопросами. Я без ответа на свои вопросы от этого человека не уходил. «Совершенствуй нрав и познаешь Господа» – эти слова стали жизненным девизом самого Ибрагима Хаджи Качиева, а также наставлением имама для сотен соратников по вере. Они высечены на арке, установленной при въезде в село Дружба, и которая стала ещё одной достопримечательностью Прикубанского района. Центральная улица населённого пункта впредь будет носить имя Ибрагима Хаджи Качиева. От имени главы Карачева-Черкесии к собравшимся обратился первый заместитель председателя правительства республики Хазарчик Куев. «Сказал, что не просто был моим другом Ибрагим Хаджи, он был для меня большим человеком, который давал много советов, которые помогают и по сей день». Прошло два года, как ни стало Ибрагима Хаджи Качиева, который стоял у истоков возрождения ислама в республике. Более сорока лет был имамом села Дружба. Но слова духовного лидера «Добрые деяния» долгие годы будут в памяти людской и достойным примером для подражания. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести Карачева-Черкесия, Прикубанский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 9 градусов мороза, а днем до 9 тепла. В горах до плюс 4. Ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесии без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 4, 6, днем 6-8 градусов выше нуля. 17 декабря. Ярослав Забашный. В Кисловодском цирке. Спешите. 585 золотой. Лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотые серьги с бриллиантами и изумрудами. Всего от 10 680 рублей. Лучший момент сейчас. 585 золотой. Чабыча, семга, красная икра. На рыбной ярмарке «Дары Камчатки». С 20 по 23 декабря. В доме предпринимателя. Черкесск. Улица Горького, 8. Продолжаем выпуск. На базе Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард Черкеска» прошел патриотический форум «Кавказ за наших». В рамках мероприятия состоялись состязания по военно-прикладному спорту по семи различным направлениям. В соревнованиях участвовали школьники со всех районов республики. На военно-патриотическом форуме побывал и Алихан Лепшоков. Каждый участник данного состязания приобрел для себя множество полезных навыков и знаний. В рамках военно-патриотического форума «Кавказ за наших» школьники из разных районов республики проявили себя в военном прикладном спорте. Сборка и разборка автомата, снаряжение магазина оружия патронами на время, скоростная стрельба из пневматической винтовки и шахматный турнир «Быстрые шахматы». Поздравляя всех победителей, заместитель председателя правительства Карачаева Черкесии Дмитрий Бугаев отметил важность подобных соревнований для популяризации этих видов спорта и патриотического воспитания молодежи. Программа центра будет очень насыщенная. Хотел бы поблагодарить районы за возможность участия. На самом деле здесь, в республике, создан, наверное, первый такой центр, который будет заниматься конкретно патриотическим воспитанием молодежи. Мы очень благодарны главе республики, что в юбилейный год столетний мы его открыли преждевременно. В соответствии с указом президента он должен был быть открыт до конца 2024 года. Но по решению главы мы открыли в год столетия. Победителей призеров поздравили, наградили кубками и медалями представителей ДОСААФ, республиканского военкомата, члены регионального отделения офицеры России. Министр по делам молодежи Карачаева Черкесии Ибрагим Татаркулов поздравил всех виновников торжества и пожелал им дальнейших успехов. Данное направление, данное учреждение в 2022, 3, 4, 5 будет реализовывать огромное количество социально значимых, важных мероприятий. С огромным удовольствием будем рады вас видеть в каждом из них. Мы с огромным удовольствием будем рады видеть вас в числе курсантов в 2023 году в чернометодического военно-патриотического центра «Авангард». Каждый вид спорта по-своему важен, и мы с особым интересом принимали участие в этих увлекательных соревнованиях, отмечают участники военно-патриотического форума. Ну, не скажу, что было легко, очень достойные даже соперники нервничали, но, как получилось, выиграли первое место. Больше интереса было к автомату, к стрельбе и к магазину, к сборке-разборке магазинов. В итоге в общем командном зачете первое место заняли учащиеся лицеи-интерната из Хаберского района. Также медалями и кубками были отмечены победители по разным направлениям военно-прикладного спорта. Алиханепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Курорт Домбай открыл горнолыжный сезон, и в этом году он посвящен столетию Карачаево-Черкесии. Программа была насыщенной, можно было полетать на воздушном шаре и встать на лыжи. Праздник, организованный для любителей активного зимнего отдыха, проходил на главном склоне Муса-Читара. Из снежного, снежного Домбая. Репортаж Ахмата Халкечева. Весьма яркой и насыщенной оказалась программа торжественного открытия нового сезона, подготовленная организаторами. Первым по горному склону парадом проехались ратраки, ну а за ними был осуществлен массовый спуск, участники которого несли флаги России и Карачаево-Черкесии. Участие в красочном флэшмобе, кроме инструкторов, спасателей и сотрудников различных служб курорта, приняли еще и туристы из разных регионов нашей страны. Ну вот общий спуск нет, я никогда не делал. Вот именно толпой спустился первый опыт такой, да. Да, первый опыт. Понравилось вам? Да, да. Незабываемые впечатления туристам, предпочитающим активный зимний отдых и поклонникам горнолыжного спорта, в этом сезоне обеспечат 9 трасс различной степени сложности. Из них одна зеленая, рассчитанная для начинающих. Три синих средней сложности и четыре красных из категории повышенной сложности. А для асов исключительно высокого уровня есть еще одна черная трасса. На этот год мы подготовили несколько участков таких съездов с трасс, удобных для туристов, расширили трассы, по безопасности поработали. Ну, мы готовы к этому году. По случаю праздника для новичков, кто впервые становится на лыжи или на сноуборд, были организованы бесплатные обучающие мастер-классы. Снег, выпавший весьма кстати, и неописуемые виды главного кавказского хребта, открывающиеся со склона Мусаачи Тара, лишний раз убеждали в правильности своего выбора и тех, кто посещает Дамбай в первый раз. Впервые здесь удивлены красотой гор. Ты просыпаешься, утром удивительные виды, удивительный рассвет, птицы поют, снег хрустит, все очень классно. Очень рада, что Дамбай встретил нас в снегу. Очень сильно переживали, что его не будет. И это свершилось. Когда выезжали, снега вообще не было. И именно день приезда выпало очень много снега. И это максимально здорово. Вот все состоялся. Все здорово. Да. И открытие сезона совершилось вообще на 100% очень классно, позитивно. По уже сложившейся традиции последних лет, Минтуризм Республики прогнозирует значительный рост туристического потока и в этом сезоне. Ну а наши курорты, в свою очередь, подготовились с учетом всех статистических данных и профессиональных прогнозов. Расширены штаты инструкторского состава, лыжных патрулей и спасательных служб. Стоит отметить, что ежегодное количество туристов в Карачаево-Чешкесскую республику растет. В прошлом году это был 1,749,000 человек. Это 2021 год. В 2022 году будет увеличение количества, ожидается увеличение количества на 1,900,000 туристов. И зимний сезон обещает быть самым насыщенным. Стоит отметить, что когда делалась статистика по наполненности курорта туристами на новогодние каникулы, на 95-98% были заняты уже все гостиницы. Ну а те, кому мало адреналина на горных склонах, за острыми ощущениями отправлялись на воздушном шаре. Вот и состоялось открытие нового сезона. В этом году, помимо активных горнолыжных видов спорта, туристов ждут еще и всевозможные виды воздушных развлечений, которые обеспечат специалисты высокой квалификации Федерации по воздухоплаванию Карачаевой-Черкесии. Ахмат Халкечев, Али Бастанов. Вести Карачаева-Черкесия. С Домбайского неба. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Дама с собачкой». Субтитры подогнал «Симон»